9 декабря стартует еще один наш курс, курс, который посвящен у нас самой простой выкройке для новичков, для тех, кто никогда раньше не шил, но хочет сделать свои первые какие-то шаги и пытается понять, нравится ему этот процесс или не нравится. И для тех, кто у нас уже работал по этой программе, для вас тоже, может быть, это поджимает время, хочется на Новый год что-то новенькое сшить, взяли, купили трикотаж какой-нибудь с люрексом и быстренько за один вечер сшили себе новогодний наряд. Вот поэтому я предлагаю вам посмотреть, какие вы можете себе выполнить, используя вот этот наш коротенький двухнедельный предновогодний курс, который называется «Самая простая выкройка». Курс, конечно, тоже вот с такой же проверкой, как предыдущие два, да, с моим полным участием. Смотрите, девочки, кому точно можно шить, поэтому по курсу мы каротенечка по будущему, футболку, платье, куртку, кому что подойдет. И девушки вот у нас шили. Давайте посмотрим картинки. Смотрите, по этой выкройке сделано платье. Давайте вот так вот сделаем, да? Ну вот. Ага. Вот такое вот платье можно шить. Трикотаж. Здесь тяжелый такой трикотаж, который называется, наверное, «Холодная вискоза», вот такое есть у него название. Он весь вытянулся, стал длиннее на несколько сантиметров, но ничего. Смотрите, какая чудесная куртка, да? Как ее назовем сегодня? Трудно сказать, но даже не верится, что вот это сделано вот из такой вот простецкой выкройки. Нет выточек, вообще нет выточек здесь, да? А вот такое платье, смотрите, какая прелесть, Оленька у нас шила, да? Платье у образного силуэта, полненькую фигурку, все собрало, полнота куда-то делась, теплая, из футера, с таким вот воротничком. Вот это вот шилий платьице, какое замечательное. Там еще оборка внизу у него есть, вот плохо здесь на фотографии видно. Рукавчики присборены. Посмотрите, получились оборка внизу, очень хорошее платье. Тоже вот, это рукавчики с валанчиком и тоже с оборочкой внизу добавили оборку. Летний вариант платья, пожалуйста. Это совсем простое платье, ничего не добавляли. Просто как получилась базовая выкройка, так и сделали. Она сохраняет баланс. Вы научитесь сажать такие платьица с цельнокрайенным рукавчиком, да? И сохраняет свой баланс. Есть фигурка перегибистая, значит пусть она и остается, но выточки при этом мы не делаем. Кому она подойдет? Вот такой вот вариант, посмотрите. Ставили кулисочку по талии, поясочек какой-то сделали. И вот такое вот получилось красивое, замечательное платье. Ну, про футболки и говорить нечего. А вот это вот какая вещь интересная. Добавили сюда фантазию, скомбинировали какие-то ткани. И вот эта домашняя туника, пожалуйста, наша любимая. Пожалуйста, как можно красиво это все сделать. Кому подойдет? Да всем подойдет, в общем-то. Если подходить разумно. Единственное, если у вас все-таки фигурка не очень худенькая, да? То берите трикотаж, футер какой-нибудь, например. То есть ткани мягкие, ткани такие послушные, тяжеленькие ткани. Особенно на трикотажной какой-то основе, они великолепно решат нужную нам задачу. А вариант легко превращается из обычного в нарядный, если ткань имеет какой-то новогодний характер, рисунок, блеск и так далее, и так далее. Вот это что касается будущего курса. Спасибо. 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 Спасибо.